Здравствуйте! Это программа Диаблока Прекрасного с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, вы можете активно подключиться к нашей дискуссии на сайте diablok.by. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы и комментарии. Кроме того, все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Беларусь-3». Великий Сергей Рахманинов когда-то сказал, «Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они, как сестры-близнецы, и красивая женщина, конечно, источник вдохновения». Сегодня у нас в гостях впервые композитор-женщина, которую называют музыкальной поэтессой. Какова она, судьба женщины в композиторском деле? Каково это быть композитором сегодня, когда спрос на творческие профессии скорее падает, чем повышается? И, наконец, какое место занимает белорусская академическая музыка в культурном пространстве нашей страны? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с лауреатом государственной премии, профессором кафедры композиции Белорусской государственной академии музыки, заслуженным деятелем искусств Галиной Гореловой, которая 5 марта отпраздновала свой юбилей. Галина Конзантиновна, здравствуйте! Здравствуйте! Я вас в первую очередь, конечно, поздравляю с прекрасным юбилеем. Желаю вам здоровья и творческого вдохновения, чтобы оно вас никогда не покидало. Вы одна из немногих женщин-композиторов не только в белорусской музыке, но и в отечественной. Ваша кантата в год мирового пожара удостоена государственной премии Беларуси. Ваши произведения исполняются в Польше, Швейцарии, Голландии, Америке и многих других странах. Список можно продолжать бесконечно. Но мне интересно вот что. В ответ на вопрос, что для вас является главным достижением, иногда можно получить самый неожиданный ответ. Если для вас подытожить ваш творческий путь, что самое главное? Если касается творчества, то, наверное, самое главное... Ну, как у любого, кто притязает название художника, быть услышанным. Прежде всего, получить какую-то обратную реакцию. Желательно, реакцию человека, который тебя понял. Но это не всегда бывает. Особенно сейчас. Вот одна из составляющих вашего вопроса была о роли академической музыки в обществе. Современные условия, к сожалению, таковы. И это самое печальное, что профессионализм композиторский не осознается обществом, социумом. Потому что вот эта совершенно такая экспансия масс-культуры, все перевернулось ног на голову. Ну, в самом деле, если на почте, в магазине, в маршрутном такси ты все время слышишь такие достаточно примитивные поделки, которые... Популярную музыку так называют. Ну, они сопровождаются, да. Композитор такой-то, композитор такой-то, композитор это какие-то. И ты думаешь, господи, ну, называйте, ну, раз это нравится, с этим трудно бороться. Ну, называйте авторов этих поделок. Автор музыки, есть такое название, я их называю музыкоотделы. Потому что к композиторскому творчеству и к профессии композитора, это не имеет совершенно никакого отношения. Хочу предложить нашим телезрителям фрагмент из вашей замечательной кантаты «В год мирового пожара» в исполнении Анатолия Щербакова и симфонического оркестра Белки-радиокомпании. «В год мирового пожара» в исполнении Анатолия Щербакова и симфонического оркестра Белки-радиокомпании. Субтитры создавал DimaTorzok Для меня это произведение звучит очень мощно, я бы сказала, даже по-мужски. В связи с этим мне вспомнилось вот, что известного композитора Софью Губайдулину Дмитрий Шестакович напутствовал словами «Я вам желаю следовать вашему неправильному пути». Думаю, что слова эти относились не только к той музыке, которую создавала Губайдулина, но и к выбранному ею пути, в том, что она была композитором женщины. К слову, в Википедии я нашла только 99 композиторов-женщин. С чем это связано? Это всё-таки более мужская профессия? Требует более мужских качеств? Нет, это что в Википедии ошибка. Женщин сейчас композиторов очень много, как в любой творческой профессии, потому что изменилась социальная роль женщины. Она уже... Не помню, что стихотворение, которое заканчивалось словами. Да, женщинам не должно быть Бетховеном, но зато они могут родить Бетховена. Вот такое пафосно-окончание, я не помню. Роли... Даже сейчас отношение мужчин к творческим женщинам изменилось. Потому что когда-то у меня были очень хорошие отношения с Генрихом Матсичем Вагнером, нашим композитором. И я помню, как он мне сделал комплимент после одного сочинения. Всё, ему понравилось. Он меня так хвалил. И потом сказал заключительную фразу. «Даже кажется, что это написала не женщина». Вот видите. Да, вот это же факт. Такой стереотип. Да. А сейчас многое изменилось. И поступает девушек на отделение композиции гораздо больше. То есть их подавляющее большинство на каждом курсе. И есть курсы, где нет уже ни одного мальчика. Вы предварили вопрос нашего интернет-пользователя, но я всё-таки позволю себе зачитать его. «Добрый день! С юбилеем вас! Творческого долголетия! Здоровья! Всего самого прекрасного!» У меня вопрос вот какой. Среди ваших студентов кого больше, юноши или девушек? И вообще композитор – это сейчас востребованная специальность? Интересуются наши телезрители. Вы знаете, ваши вопросы все так связаны. Но что значит «востребованный»? Это зависит от того, что понимать под словом «композитор». Вот мы уже прервались на этом вопросе. Композитор, не композитор. Вот я вам приведу параллель из математики. Ну вот в математике человек, который знает, что 2 плюс 3 – это равняется 5, или знает, в лучшем случае, таблицу умножения, он считается математиком. Ведь нет, математиком называется тот, кто работает в высшей математике. Композитор в шахматном деле, там тоже есть понятие «композитор» – тот, кто составляет шахматные задачи, шахматные этюды. Очень иногда остроумные и сложные. И человек, который только знает, как ходит пешка или как ходит конь, естественно, не может составить. Но человек, который может набрать комбинацию из нескольких звуков, уже считается композитором. Вот почему-то в математике понятно, в шахматах понятно, но в музыке я уже по многим поводам вспоминала слова Владимира Адуевского, критика, сказанных ещё 200 лет назад. И он сказал, что музыка уж такое разнесчастное искусство, что всякий себя почитает сведущим в нём. Ну, поэтому ваш вопрос про композиторов, тех композиторов, которые работают в высшей математике, потому что со времён Пифагора, который объединил музыку и математику, то творчество, серьёзная академическая элитная музыка – это высшая математика в музыке. Но как любая наука, потому что композиция – это вершина музыкальной науки, требует знаний определённых. И тогда только можно говорить о роли академической музыки, которая всегда была в обществе велика со времён античности. Ну вот во время Великой Отечественной войны была написана масса прекрасных песен, прекрасных, и Соловьёв-Седой, и Блантер, и Дунаевский, и Макраусов. Я их сейчас люблю играть и слушать. Но когда понадобилась какая-то очень мощная сила, которая бы показала отношение всего человечества к фашизму, ну выбрали-то седьмую симфонию Шостаковича, ленинградскую, и партитуру в виде фотоплёнки передали. Сначала надо было из Ленинграда передать, из России. Сначала в Тегеран, потом в Каир, потом в Нью-Йорк, где уже Артур Атасканини сыграл её на весь мир, её даже транслировали. То есть по всему миру, вся радиостанцию передавали и даже транслировали на вражескую область фронта. Это был очень мощный удар. Поэтому, вы знаете, ещё один такой курьёзный случай. Вот в советское время, если с утра по радио начинала звучать прекрасная музыка, Бетховен, Чайковский, Шопен, значит, случилось что-то очень серьёзное. Чаще всего это умирал кто-то из вождей. Вот, даже один человек мне так и сказал, что теперь я понимаю, для чего нужна классическая музыка. И вот, пожалуйста, ещё одно событие. Вы знаете, это показатель духовного состояния общества. Олимпиада. Вот я посмотрела, вот три открытия Олимпиады. Китайская, лондонская и российская. И Лондонская Олимпиада, которая была вся почти построена на субкультуре молодёжной, выходит, там есть прекрасный дирижёр, сэр Саймон Рэтл, мировое имя. Прекрасный лондонский оркестр, один из лучших в мире. Они выходят, играют классическую музыку. Но, вероятно, уже устроители Олимпиады решили, что там как-то это сложно будет для слушателей. Многовато. Да, поэтому на фоне этой музыки их знаменитый комик Мистер Бин там всё время кривлялся, делал непристойные движения. Вся эта музыка, она была захлопана, заулюлюкана, все хохотали. И китайское, вот открытие Пекинской Олимпиады. Выходит Ланг-Ланг, пианист с мировым именем, который уже сделал свою мировую карьеру. А с ним выходит маленькая девочка, начинающая пианистка. И они на рояле играют открытие Олимпиады. И они играют прекрасную обработку китайской песни, классическую обработку. И ты сразу понимаешь, почему обучение фортепиано в Китае поставлено, сделано государственной политикой. Ну и Российская Олимпиада, ведь тоже, когда надо было показать, что это мощное, звучало там сначала, пока они дали, там нас не догонят тату. Но потом, когда началось основное действие, и Прокофьев, и Сверидов, и Стравинский огромный блок. Вот роль академической музыки. Но я боюсь, что как-то здесь это плохо понимается. Плюс еще, вы знаете, белорусский менталитет. Вот ничего не поделаешь. Что с ним не так в отношении академической музыки? Да, я вам скажу. Понимаете, вот исторически сложилось, что территория между Востоком и Западом всегда была арена военных действий. И нации надо было просто выживать. Поэтому, когда говорят белорусская музыка, вот мне трудно. Мне кажется, что и художники, и я думаю, что во многом писатели преодолели вот эту идею синкразию к белорусскому искусству. Но в музыке нет, потому что концерт белорусской музыки заведомо не соберет большой зал. А недавно на Золотой горке был концерт гитариста Павла Кухты, ну, просто блестящего гитариста, лауреата, там, десятка всяких конкурсов, который играл музыку испанскую, итальянскую, всякую музыку до 20-го. Но зал собрал. Зал – это было не то слово. Там просто негде было яблоко упасть. И уже поставили дополнительные скамьи, и все равно люди стояли. И вот он там играл мою пьесу «Мирский замок». Давно написано, еще 30 лет назад ее играли и Живолевский, и Грядюшка. Играют по всему миру, потому что, во-первых, наши гитаристы разъехались по всему миру. Во-вторых, вот вы назвали Новую Зеландию в качестве исполнителя. Да, вот голландский гитарист ее играл там. И вот уже после концерта, когда мы с приятельницей садились в метро в электричку, ко мне подходит симпатичная дама, которая была на концерте, часто ходит на концерты. Говорит, мне так понравилась ваша музыка, и вы знаете, она совсем не хуже итальянской. Ну почему она хуже или лучше, понимаете? Она музыка, написанная в итальянском. Это стереотипы, мне кажется. Очень знаковые. Но что значит лучше, не хуже итальянской? Я хотела бы вернуться к вашему творчеству и к началу пути. У меня есть интересный вопрос от наших интернет-пользователей. Игорь, здравствуйте. Англичанка Рут Джипс уже в восьмилетнем возрасте исполнила свое первое оригинальное произведение. Александра Пахмутова первой мелодии написала, когда ей было три года, а в четыре уже сочинила музыкальную пьесу. А вы помните свое первое музыкальное произведение? Я помню, это было тоже в восьмилетнем возрасте. Это была пьеска, которая называлась «Кукушка». И должна вам сказать, что образ кукушки, он со мной всю жизнь. Потому что это символ ожидания, это символ времени и символ памяти. Ведь кукушка – это птица, которая, как считается в народных поверьях, жила в Вереном саду. И это голос твоего ушедшего близкого человека. Она вот кукует ведь в определенное время. Она кукует только, по-моему, до Петрова дня. Да, пришел Петрок, уронил листок. Поэтому, ну, я была очень застенчивая. Я никогда никому не показывала своих опусов. Но вот я заметила, что и там «Кукушка», и в 30 лет «Кукушка», и в 40 лет «Кукушка», и в 50 лет «Кукушка». Образ очень емкий. Ну, продолжая разговор о вашем творчестве, я хочу предложить нашим телезрителям небольшой фрагмент из вашего прекрасного нотного муравейника. Музыка. 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 Ваша идея связать 11 портепианный фиес для маленьких музыкантов с образами зверей, мне кажется, очень оригинальной и интересной. А какой, на ваш взгляд, должна быть музыка для детей? Есть ли какие-то приемы ее создания, какие-то секреты? Музыка для детей должна быть очень образной, и она должна открывать как можно больше каналов у детей для восприятия мира. Ну, в нотном муравейнике здесь само название говорит, само за себя про зверей, но потом бывает более сложный образ. То есть ребенок должен расти и во всех отношениях, и в том числе и в поэтическом. То есть в поэтическом отношении, ну, как вам сказать, поэтической образности. Потому что сначала это там жук упал и встать не может, ждет он, кто ему поможет. А потом более сложный образ. Вот японская хока, где в одно мгновение, в общем-то, вечность заключена. Воин в засаде, на шлеме его тяжелым трепещет бабочка. Вот ребенок, пусть не совсем маленького возраста, но пусть он представит себе эту картину, и пусть он в звуках попытается выразить вот это противоречие между жизнью и смертью. Я, как и обещала, вам хотела бы вернуться к вопросу академической музыки и ее востребованности в том числе. Наши телезрители задают, на мой взгляд, интересный вопрос. Вашу музыку исполняют солисты Москвы Башмета. Произведениями Гореловой открываются филармонические сезоны. Музыку вам заказывают европейские дирижеры. А довольны ли вы тем, Галина Константиновна, как исполняется она в Беларуси? И насколько вообще востребована сейчас белорусская академическая музыка на родине? Я уже на этот вопрос ответила, что востребована она не так много, как мне хотелось бы. Но иногда, оказывается, не так мало, как мне кажется. Я благодарна всем исполнителям, и почти не было, почти не было плохих исполнений у меня в жизни. Вот я счастливый человек. Коллеги, которые, все-таки мы уже то поколение, которое имеет имя, имеет какой-то статус. Но ведь мы же выпускаем, и иногда очень талантливых студентов, то есть молодых композиторов. И вот исполнение их музыки, особенно крупных произведений, симфонических произведений, конечно, для меня этого недостаточно. А к слову о ваших студентах, о молодых композиторах. Они другие, нежели были в ваше время, когда вы были студенткой Академии музыки? У них нет таких жестких рамок, что ведь когда мы учились, мы знали, что у всех один и тот же творческий метод. Вот это метод социалистического реализма, хотя никто толком не мог это очень трудно сформулировать. Да, это очень трудно сформулировать. Они абсолютно свободны. Но у них есть другая ловушка. Вот то их, я не говорю про всех, но все-таки в большинстве недостаточность их знаний, и вот это, понимаете, уловка. Я ничего, я не читала, но я посмотрю в интернете, я посмотрю в интернете. Для этого же надо иметь желание посмотреть в интернете и найти это в интернете. В интернете не все есть, кстати, как оказывается. Ну, многое, но хотя бы то, что есть. А вот это, что в любой момент, понимаете, это тоже такая, повторяю, уловка, когда в любой момент нажму и посмотрю. Нет, это тоже надо иметь очень такие качества исследовательские, потому что все-таки учить студента, это учить его добывать информацию. И, конечно, только единицы становятся настоящими творцами, но это естественно. Так и должно быть. Мне кажется, так всегда было. Профессия, да. А какие все-таки направления в музыке сейчас наиболее популярны на кафедре композиции среди студентов? Нет, ну любые. У нас наша программа состоит из двух уровней. Первая – это обязательные классические формы. Ну, так как в студиях живописных. Вот, пожалуйста, для того, чтобы научить человека объемы, перспективы, они там рисуют торсы, там какие-то объемные фигуры. У нас тоже есть классические формы, сонатная форма, там ронда, вариации. Но вторая часть – пожалуйста, все, что твоей душе угодно, вплоть до экспериментальных форм. То есть вы не запрещаете ничего студентам? Мы запрещаем, но они не пишут. К сожалению, у нас вторая часть нагрузки почти никогда не выполняется. Потому что все работают, все заняты еще по каким-то делам. И, конечно, меня как кафедры это очень мало устраивает, как и моих коллег. Все-таки творчество – это такая вещь, которая требует тебя полностью. Это даже не столько профессия, сколько это стиль жизни, это образ мысли. Потому что нет, сейчас я позанимался творчеством, а потом смотрю кино. Нет, работа должна идти постоянно, просто более явно или менее явно. Но вот, к сожалению, разочарования сейчас очень много. Ну, не секрет, что композиторы и академисты вполне успешно работают и в жанре эстрадной песни. Как, например, Эдуард Зарицкий, который, кстати, не так давно был у нас в гостях. Вас подобные планы не посещали? Вот наши телезрители задают вам вопрос касательно этого. Не музыкант. Поздравляем Галину Константиновну с юбилеем. Скажите, близка ли вам эстрадная музыка? И какие произведения белорусской эстрады по вашему можно назвать эстрадным искусством? Ваше отношение к белорусской эстраде? Ну, те, которые отмечены талантом. Понимаете, ну что вот эстрады? Вот я считаю, что, ну, он уже классик, вот Юрий Антонов, у него был совершенно невероятный мелодический дар. То есть, может быть, он и есть, я просто сейчас не слышу его. Ну, как это у Михалкова, кому велено мурлыкать там, что не мяукайте, там, кому... Вот как получается. Эдик Зарисович очень яркий лично. Человек обаятелен. Там просто море обаяния, остроумный и веселый. Но у него получается. Володя Курьян очень яркий театральный композитор. Он и в камерную, и в симфоническую музыку вносит театральность. Смольский – великий симфонист. У него и эстрадные песни хорошо получались в 60-е годы, когда он этим увлекался. Но так как он, то, что он может высказать в симфоническом жанре, не выскажет никто другой. Вот симфонисты недавно... Мы слушали Пятую симфонию Вячеслава Кузнецова. Очень глубокое сочинение о пережитом, очень выстраданное. Поэтому кому что дано, то ты должен этим заниматься. Даже не тем, что модно, не тем, что ты хочешь, а тем, что у тебя получается лучше всего. Идет из души, я бы сказала. Да, и что лучше, чем ты, вот в этом направлении, в этом жанре никто не сделает. И в заключение нашей программы я бы хотела предложить нашим телезрителям еще раз послушать вашу прекрасную музыку. Это «Мирский замок» в исполнении Валерия Жбалевского. Хорошо. Мирский замок» в исполнении Валерий Кузнецова. Субтитры подогнал «Симон» Что для вас это прекрасное лирическое произведение? Ну, я уже говорила, что это самоисполняемое произведение, именно благодаря Валерию Серафимовичу Живолевскому. И это то моё представление о моей родине, о Беларуси, которое я вижу в лирическом ключе. Галина Константиновна, музыка способна менять человека к лучшему? Должна ли, может ли? Должна, но, к сожалению, это не всегда так бывает. Но я убеждена, что человек, который начинал заниматься музыкой, у которого, говоря о детской музыке, открыты каналы к восприятию мира, я думаю, что он найдёт в себе возможность оставаться человеком в любых условиях. А я убеждена, что ваша музыка способна менять человека к лучшему. Хотелось бы, спасибо. Спасибо, что вы были у нас. Я ещё раз поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Я надеюсь, что вы не в последний раз в нашей программе. Спасибо. 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 До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова